Доброе утро! В студии Полина Бахова и Ольга Дмитриева. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Сегодня в нашей программе вы увидите юбилейный год. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха открыли новые площадки для пляжного волейбола. Подготовка к отопительному сезону. Андрей Иванов проверил, какие работы проводит на котельных округах. После перенесенных заболеваний о Центре медицинской реабилитации на базе 1-й Одинцовской поликлиники расскажет наш корреспондент. За победу! В Одинцове прошли финальные соревнования Кубка губернатора Московской области по волейболу. 1 августа 1936 года стартовали 11-е Олимпийские игры в столице Германии – Берлине. Они стали рекордными по числу участников – более 4000 спортсменов из 49 стран. В программу вошло 19 видов спорта, таких как гандбол, гребля на байдарках и каноэ – женская гимнастика. Лидером в неофициальном зачете стала команда Германии. Она выиграла 89 медалей, 33 из них – золотые. Второе место заняла сборная США с 56 медалями. На третьем месте – сборная Венгрии. События впервые транслировали по телевидению, а на церемонии открытия прошел грандиозный парад участников, где впервые Олимпийский огонь доставили бегуны, передающие факел, как эстафитную палочку. Чем еще запомнился этот день в истории, смотрите в нашей следующей рубрике. В этот день в 1939 году в Москве состоялось торжественное открытие ВДНХ. У руководства страны возникла идея создать выставку, которая бы отразила положительные стороны сельскохозяйственной коррективизации. Для этого выбрали территорию учебного городка Тимирязьевской академии. На торжественном открытии разместилось 250 строений, каскад прудов. Парк разделили на две параллельные аллеи – главная и центральная, а парадный вход расположили со стороны проспекта Мира. Территория ВДНХ богата архитектурными памятниками разных направлений, среди которых рабочая колхозница, фонтаны дружбы народов, космос. 249 лет назад, 1 августа 1774 года, английский химик Джозеф Присли впервые открыл молекулярный кислород путем разложения оксида ртути в герметично закрытом сосуде. Он направлял на это соединение солнечные лучи с помощью мощной линзы. Но сначала ученый не понял, что открыл новое вещество и сообщил о своем изобретении французскому химику Антуану Лавуазье. Спустя год он, в свою очередь, установил, что кислород – это составная часть воздуха и содержится во многих веществах. А несколькими годами ранее кислород получил шведский химик Карл Шиэле. Воспользовавшись информацией ученых, Лавуазье удалось окончательно разобраться в природе полученного газа. Сегодня отмечают Всероссийский день инкассатора. С возникновением потребности сбора денежной наличности возникла и эта профессия. Сейчас она считается одной из самых опасных. Создали ее 1 августа 1939 года при Госбанке СССР. Также сегодня отмечают День тыла Вооруженных сил России и День образования службы специальной связи России. 1 августа 1920 года в Москве родился советский актер театра и кино Аркадий Толбузин. Во время Великой Отечественной войны он добровольно ушел на фронт, где служил в музыкальном взводе и организовывал концерты самодеятельности. Свою первую роль в кино он получил в 1950 году. Самой известной работой актера стала роль полковника Кудасова в фильме режиссера Эдмона Киосаяна. Также 1 августа отмечают День рождения американский актер Джейсон Мамоа и российская актриса театра и кино Татьяна Шитова. Отечественному волейболу 100 лет. В юбилейный день в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха открыли две новые площадки для пляжной игры. Несмотря на непляжные погоды, женская команда «Заречья» и Одинцова опробовала поле, а первую подачу символично сделал глава округа Андрей Иванов и поздравил всех с двумя знаковыми событиями. Первая подача – новое поле. В день столетия отечественного волейбола глава округа символично открыл две новые площадки для пляжной игры. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха первыми их опробовали «Зареченки». Несмотря на то, что команда играет в классическом стиле, песок им пришелся по душе. В классике мы в обуви играем в кроссовках, а в пляжном волейболе девочки играют либо в носочках специальных, либо босиком. Но как бы мы прошлись в кроссовках, вроде, знаете, похож на мальдийский песок. В волейболе более 10 лет Дарья Рысева играла за разные команды и не так давно стала капитаном Одинцовского «Заречья». За 36 лет этот клуб неоднократно брал Кубок России. Дважды был золотым чемпионом. Сегодня команда активно развивается и скоро порадует болельщиков новыми победами. Команда наша возрождается. Она очень сильно укрепилась в этом сезоне и имеет, ну, как сказать, такие серьезные амбиции. А благодаря появлению новых площадок, спорт становится доступным для всех жителей. И отечественный волейбол будет только развиваться, уверен глава муниципалитета. Работать они будут каждый день с 9 утра до 9 вечера. Я надеюсь, что здесь будут воспитываться будущие звезды российского волейбола. Для этого в нашем парке есть все необходимое. Обновление и усовершенствование локаций для занятий спортом происходит регулярно. Та старая будет реконструирована и приведена в тот же вид, как и две новых. Также будет сделана новая площадка под классический волейбол и баскетбол с резиновым покрытием. И еще одна площадка для четырех теннисных столов. Вокруг объектов появятся дорожки, лавочки и освещение. Так что единственной причиной отложить спортивную тренировку может быть лишь плохая погода. К сожалению, погодные условия не позволили провести полноценную игру, как планировалось, но площадки открыты и ждут всех любителей пляжного волейбола. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Как говорится, готовься, а не летом. Именно в теплый период проводятся работы по подготовке к новому отопительному сезону. Глава округа Андрей Иванов проверил, как она проходит в нашем муниципалитете. Посетил котельную в лесном городке и в ходе прямого включения пообщался с руководителями коммунальных предприятий и управляющих компанией других территорий округа. Подробнее в нашем следующем сюжете. 54% многоквартирных домов округа, а именно 1158, уже полностью готовы к новому отопительному сезону. Чтобы тепло в дома поступило вовремя и все работало бесперебойно, ежегодно проводится большая профилактическая работа. Глава округа Андрей Иванов посетил котельную в лесном городке, провел ВКС-совещание с руководителями коммунальных предприятий и управляющими компаниями. Обсудили главные моменты по готовности к сезону отопления. Как готовится система, такой регламент, что мы делаем с котельными, что мы делаем, как мы промываем трубы наши, как потом проверяют квартирные дома госшелинспекция, по каким критериям, когда это будет происходить. Осмотрел и саму котельную на улице Фасадная. Она начала функционировать относительно недавно и больших профилактических работ здесь не требуется. Кроме стандартной промывки труб, специалисты заменили некоторые детали. Обслуживает она около 4 тысяч жителей, 43 объекта, школу и детский сад. Что касается сетей, поменяли подшипники и обратные клапаны, подшипники поменяли в насосах, в насосном оборудовании. Дома снабжены большинством тепловыми пунктами. Здесь тоже недавно тепловые пункты. Поэтому отсюда идет ресурс. Особенность этой котельной в том, что идет горячая вода, а дальше она в домах распределяется на подогрев, на горячую воду и на тепловую энергию. Стандартно подготовка занимает две недели. В это время в домах отключают горячую воду, что доставляет жителям дискомфорт. Поэтому глава поручила стремиться сокращать сроки сезонных отключений. До 15 сентября все должно быть готово к подаче тепла. Подготовка на котельных округа проводится и сейчас. Она заключается в регулировке оборудования, чистке его, ремонте, замене изношенных частей, если они требуют замены. И, соответственно, гидравлических испытаниях, как окончательной проверке всех систем. Сделаны запасы топлива на котельных объекты ЖКХ, обеспечены резервным оборудованием. По окончании представители областной госжилинспекции проверят общую готовность всех объектов. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Более 200 человек приняли участие в реконструкции битвы на фестивале «Гуляй город» в Чехове. Там можно было окунуться в народные традиции, прикоснуться к истории, насладиться концертной и развлекательной программой. Костюмированные сражения с участием стрельцов, лучников, конницы, татарского войска воссоздали исторические картины из прошлого. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. Новую линию МЦД-3 на ленинградском направлении запустят в середине августа. Ее будут обслуживать скоростные поезда «Иволга» и «Ласточка». Диаметр значительно улучшит транспортную доступность для жителей Подмосковья. Сейчас завершают работы по соединению путей Казанского и Ленинградского направлений. Поезда будут ходить и через центр Москвы, и до вокзалов с интервалом в 10 минут. Услугой сопровождения беременности в Подмосковье воспользовались почти 44 тысячи женщин. Она доступна всем пациенткам региона, которые встали на учет. За женщиной закрепляется специальный сотрудник, он помогает записываться на прием к врачам и на скрининг. При этом пациентка может сама связаться с соответственным сотрудником по телефону или в мессенджере. Заболеваемость гепатитом С в Подмосковье снизилась в три раза за последние 10 лет. Таких показателей удалось достичь благодаря скринингу, повышению доступности терапии, а также развитию сети учреждений, в которых оказывается медпомощь пациентам с данным заболеванием. При соблюдении терапии в 99% случаев выздоровление наступает за 8-12 недель. Часто после перенесенных заболеваний, травм или операций требуется реабилитация, чтобы вернуться к привычному образу жизни. Она направлена на предупреждение осложнений. Наша съемочная группа побывала в Центре медицинской реабилитации на базе 1-й Одинцовской поликлиники и узнала, какие процедуры там можно пройти. На базе поликлиники номер 1 в Одинцове функционирует Центр медицинской реабилитации. Пациенты могут получить направление от лечащего врача, а также от врача-терапевта. Пациенты с различными патологиями, в частности, заболевания опорно-двигательного аппарата, это пациенты чаще всего после травм проходят восстановление, заболеваниями периферической нервной системы, центральной нервной системы, пациенты после инсульта, заболеваниями дыхательной системы, в частности, после ковида перенесенного. Ну и разная патология. Время реабилитации зависит от степени заболевания. Лечение можно проводить не только в условиях стационара, но и в условиях амбулаторного лечения. Так, например, после ковида срок реабилитации составляет 10 дней. Может быть разные процедуры по назначению врача-физиотерапевта, лечебная физкультура, где назначаются либо индивидуальные занятия, либо групповые занятия, и массаж тоже после назначения врача. В центре есть все необходимое оборудование – магнитотерапия, импульсные токи и многое другое. Так, например, в комнате для галлотерапии на стенах солевое покрытие. Именно оно дает лечебный эффект для органов дыхания, как от морского воздуха. Поэтому восстановление здесь не только продуктивное, но и приятное. Раиса Киян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». В Москве разработали уникального 30-тонного робота для горной промышленности. Такая установка помогает измельчать крупные куски породы при добыче полезной руды. Он оснащен передовыми технологиями дистанционного управления, системой защиты от столкновений и ударов. В ближайшее время три такие установки отправятся на крупнейший горно-обогатительный комбинат Узбекистана. Что еще интересного произошло в столице, узнаем прямо сейчас. Столицы начали тестировать инновации для создания комфортной городской среды. Умные скамейки с солнечными батареями обеспечат работу встроенного Wi-Fi роутера, ламп, включающихся вечером и ночью. Другая разработка – кашпо с подогревом. Это решит проблему гибели хвойных растений в городе. Зимой устройство сохраняет тепло, весной прогревает землю до оптимальной температуры и позволяет растению пить воду из грунта, а летом включает систему автополива. Столичные производители разработали лифт, который перемещается со скоростью 4 метра в секунду. Новые скоростные модели значительно отличаются от предыдущих. Специалисты усовершенствовали силовую часть и изменили каркас. Кроме того, их оснастят канатами повышенной прочности. Высокая скорость движения обеспечивается и за счет новых деталей, многие из которых производитель изготовил самостоятельно. На всех площадках центров московского долголетия запустили масштабный проект «Школа здоровья». В нем участвуют 42 столичные поликлиники. Кардиологи, неврологи, терапевты и другие специалисты проводят лекции, семинары, дискуссии и мастер-классы для горожан старшего возраста. Главная задача – научить старшее поколение москвичей заботиться о своем здоровье. Каждое занятие посвящено отдельной теме, например, профилактике болезней сердца, сосудов или правильному питанию. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. За победу в Одинцове прошли финальные соревнования Кубка губернатора Московской области по волейболу. Об истории города. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошел краеведческий забег. Новости онлайн. О событиях в округе, которые обсуждают в социальных сетях, расскажем в нашей рубрике. В Одинцовском волейбольном центре прошли финальные соревнования Кубка губернатора Московской области по волейболу. За победу поборолись команды девушек и юношей из разных округов Подмосковья. Материал Екатерины Крамор. Удары, подачи и приемы. На финальных соревнованиях по волейболу Алина вместе с другими игроками показали профессиональное мастерство. Раньше девушка занималась танцами, но решила попробовать себя в новом виде спорта. С тех пор ее цель только побеждать. Наша команда готова и мы вполне можем хорошо сыграть. Мы упорно готовились на протяжении двух месяцев и сейчас готовы показать все свои умения. 1 июля проходили отборочные соревнования. На финальный этап Кубка губернатора Московской области по волейболу вышли лучшие из лучших. Сегодня принимают участие школьные команды 2008-2009 года рождения. На одной площадке сражаются команды девушек, а на другой площадке команды юношей трех муниципалитетов. Это город Чехов, Раменск, Одинцов у девушек и у юношей это Домодедово, Чехов и Одинцово. Первое место заняла команда юношей и девушек из Одинцова. Победители получили Кубок губернатора Московской области. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. Родители, которые захотят выйти на работу, не дожидаясь окончания декретного отпуска, смогут сохранить право на получение пособия на ребенка до полутора лет. Сейчас его можно получать только в случаях работы на условиях неполного рабочего времени или на дому. При этом продолжительность неполного дня не регулируется законодательством. Теперь право сохранят даже при условии труда у другого работодателя. Законопроект Минтруда России поддержали на заседании Российской трехсторонней комиссии. После его принятия изменения должны заработать с начала следующего года. Другие новости нашей страны расскажем далее. К 2030 году в Хабаровском крае установят восемь автоматических станций контроля за состоянием воздуха. Три из них появятся до 2026 года в Ванино, Комсомольске-на-Муре и Чегдамыне. Это пилотный проект эксперимента по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В дальнейшем такие проекты будут реализовывать при поддержке федерального бюджета по проекту «Чистый воздух». Стоимость куриного филе в России установила исторический рекорд. Об этом говорят данные Росстата. В июле курица подорожала. Средние цены достигли 197 рублей за килограмм. Это гораздо выше показателей предыдущего рекорда. В апреле 2022 года она стоила на 6 рублей дешевле. Россиянка приютила дома 120 крыс. Она призналась, что когда-то купила грызуна для дочери и с тех пор влюбилась в этих животных. Купив одну крысу, они узнали, что жить поодиночке они не могут. Первому грызуну приобрели компанию, затем она нашла крысу в коробке. Теперь в доме у нее 120 питомцев. Есть и декоративные, и дикие. Хозяйка находит животных рядом с мусорными баками, а иногда ей подбрасывают их под дверь. При этом всех подопечных женщина относит к ветеринару и занимается их лечением. В Денцовском парке культуры, спорта и отдыха прошел кровеческий забег. А еще все участники праздника смогли принять участие в исторической викторине. Какие еще активности ждали гостей мероприятий и при чем здесь мамонт, узнаете в нашем следующем сюжете. Интерактивные площадки, фотозона с настоящей костью мамонта, коллекция значков разных времен. На Лазутинке собрались все, кто интересуется историей своего города, а также любители спорта. И сегодня бегуны, они бегут ногами, поэтому нога мамонта все с удовольствием с этой реликвией фотографируются. Ну и, конечно, мы всех поим чаем из настоящих угольных самоваров, которые находятся в коллекции краеведческого общества, то есть рабочая техника, этнография. Юлия свой спортивный путь начала три года назад. Сейчас она состоит в Одинцовском сообществе бегунов и регулярно тренируется в парке. Сегодня мы проводили свою контрольную работу на 5 километров и после контрольной работы мы с удовольствием присоединились к еще одному забегу, пробежали вот эту дистанцию краеведческую. В общем, всем понравилось. Также все участники праздника узнали интересные исторические факты и ответили на вопросы викторины. 17 июля 1957 года Одинцово из рабочего поселка преобразовали в город. Именно к этой дате и приурочили забег. По маршруту длиной в один километр было размещено 10 подсказок, которые бегуны собирают по дороге, то есть они свои знания могли пополнить. И здесь на финише, кроме финишной награды в виде значка, обозначающего сам забег, им предлагалось на эти вопросы ответить. Краеведческий забег прошел уже во второй раз. Подобные мероприятия планируют проводить и далее, но с каждым разом делать их более масштабными. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцово. Одинцово вошел в список лидеров по итогам расчета индекса цифровизации городского хозяйства IQ городов за прошлый год. Он рассчитывается для более чем 200 городов, которые участвуют в ведомственном проекте Минстроя России «Умный город». В этом списке Одинцово занимает 13-е место из 24-х. Об этом сообщает телеграм-канал «Про округ». Что еще обсуждают в соцсетях округа в нашей следующей рубрике. Ко дню города Одинцова Одинцовский информационный центр проводит конкурс детского рисунка «Я люблю мой город». Победители определит интернет-голосование. Участники, которые наберут большинство голосов, получат призы. Остальные работы можно будет увидеть в телеграм-канале «Про округ». Присылать рисунки можно в телеграм-бот «Про округ бот» до 27 августа. Обязательно подписывайте работы. Об этом сообщает телеграм-канал «Про отдых». С 1 августа по 1 сентября в Одинцовской областной больнице проводится акция «Проверь иммунитет». В рамках диспансеризации предлагают пройти исследования на антитела, коре, либо COVID-19 на выбор. Для участия в акции необходимо записаться через личный кабинет на портале госуслуг или по номеру 112. Об этом сообщает телеграм-канал «Про округ». Интересный факт про Звенигород. Его окрестности тесно связаны с именем Александра Пушкина. Бабушка великого поэта Мария Ганнибал купила себе в 1804 году имение Захарова. Именно там прошли его детские годы. Имение продали после того, как Александр поступил в Царскосельский лицей. К сожалению, до наших дней ни одно из строений начала XIX века в Захарова не сохранилось. Об этом сообщает телеграм-канал «Про молодежь». Эксперты рассказали, как правильно выбрать арбуз. Перед покупкой советуют постучать по нему. Звук не должен быть глухим или звонким. В первом случае это будет означать, что ягоды перезрело, а во втором – еще не спелые. Место, где арбуз соприкасался с землей, должно быть ярко-желтого цвета, а корка без трещин и вмятин. Спелый арбуз будет свежим, целым и чистым, с матовой корочкой и яркими четкими полосками. После покупки важно тщательно вымыть его мылом, чтобы избавиться от патогенов. О других новостях мира расскажем прямо сейчас. В Гималаях международная команда ученых обнаружила остатки океанической воды, возраст которой примерно 600 миллионов лет. Они считают, что именно тогда толстые ледяные щиты покрывали Землю в течение длительного времени. Это было одно из самых крупных ледниковых явлений в истории нашей планеты. Тогда она напоминала огромный снежок. Затем начался новый период. Количество кислорода увеличилось, и это привело к эволюции сложных форм жизни. До последнего времени ученые не до конца понимали, как были связаны эти события. Теперь сохранившиеся капли, если и не помогут раскрыть всех тайн, то уж точно позволят прояснить многие вопросы. Картины свиньи по кличке Пиккассо проданы на сумму 1 миллион евро. В 2016 году животное спасли сбойни, и с тех пор оно совершенствует свои навыки рисования. Кисть свинья держит зубами, а рисует портреты известных личностей. Первую картину купили за 400 евро. С тех пор поклонников ее творчества стало в несколько раз больше, а рисунки стали стоить в разы дороже. Пожилой мужчина из Австралии отдал диван на благотворительность, а потом вспомнил, что хранил в нем 30 тысяч долларов. Он делал ремонт в доме и решил избавиться от старого дивана. Выкидывать его было жалко, поэтому он пожертвовал мебель нуждающимся. Однако через несколько дней вспомнил, что хранил в диване деньги. Мужчина не смог отследить, куда была продана мебель, поэтому сделал несколько публикаций в соцсетях. Он предложил награду тому, кто вернет сбережения. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем 24-26 градусов тепла, ночью 17-19. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках, а также следите за новостями в телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Ну а если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Мы желаем вам прекрасного дня и отличного настроения. Увидимся завтра в это же время в программе «Утро» на ОТВ. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин